Всем привет! С вами Андрей Санар И идея этого ролика вынашивалась мной очень-очень давно Как-то не было времени ее воплотить Но тут решил я это дело взять да спонтанно сделать О чем этот ролик? О выборе лодки из ассортимента тайм-триала Я очень кратко расскажу о ключевых особенностях наших лодок Вот здесь я написал от руки список наших лодок, которые мы производим Может быть конечно что-то забыл Пишите в комментариях что я забыл И я тогда обязательно расскажу про эти лодки Лодки у нас прежде всего делятся по типам корпусов Типов корпусов у нас меньше, чем лодок, которые мы производим Если мы производим всего где-то 75 моделей То типов корпусов у нас примерно 25 Например Vega 1, Vega 2, Vega 3 Это не три разных типа корпуса Это один класс Vega и у него есть три размерности На самом деле размерности больше, есть еще и U-размеры Удлиненные, промежуточные Ну давайте начнем Ватерфлай Старейшая лодка в основном для коммерческих сплавов И для абсолютно неподготовленного пользователя Высокими ходовыми характеристиками Ватерфлай не блещет Зато он предельно безопасен в бурной воде Очень остойчивая лодка, очень структурно прочная лодка Ее сложно сломать, ее сложно перевернуть У нее очень высокоэффективный самоотлив Это лодка для того, чтобы посадить совершенно неподготовленного человека в байдарку И сплавить его по каким-нибудь порогам Ватерфлай также имеет подвижное днище, которое можно подтягивать вверх-вниз на люверсах Что дает возможность регулировать уровень самоотлива Грузоподъемность И влиять на ходовые характеристики Следующая серия Щукарь-варвар Я их объединил только потому, что корпус у них одинаковый Но по условиям применения эти лодки, конечно, разные Первым был сделан варвар Байдарка для бурной воды У нее выпуклое днище, фактически килеватое Она отлично управляется в бурных потоках, в порогах, кренами И основное ее направление это именно бурная вода Небольшое исключение это 480-й варвар Он просто очень большой для вот таких вот юрких перемещений Поэтому 480-й варвар можно рассматривать как лодку Как для бурной воды, так и для гладкой На гладкой воде варвар ведет себя тоже неплохо Но его вот эта вот статическая остойчивость, конечно, меньше, чем у других лодок То есть ее достаточно легко перевернуть Но зато в бурной воде, когда все вот эти вот крены контролируют непосредственно гребец Становится все очень-очень хорошо То есть если вы выбираете лодку для бурной воды, это варвар Если вы хотите варвара для гладкой воды То имеет смысл посмотреть другие модельки Например, щукарь Щукарь это как раз варвар, но без надувного, выпуклого, келеватого донышка У него немножечко меньше грузоподъемность Зато он гораздо более остойчивый на гладкой воде При этом он сохраняет отличные скоростные качества варвара Кроме того, он легче аналогичного по размерам варвара Поэтому в качестве туристической байдарки для гладкой воды он очень-очень неплох Аргон и экшен Это сравнительно новая серия лодок Сделанная на базе сварного корпуса Если ватерфлай, щукарь и варвар собираются клеевым методом То корпус аргона сварной Сварные швы считаются вечными На них никак не действует нагрев солнечный Поэтому если вы хотите эксплуатировать лодку в южных регионах То как раз имеет смысл смотреть в сторону сварных баллонов Там уже будет избыточная прочность от нагрева По скорости экшен и аргон немножечко уступают Таким продвинутым, веретенообразным варвару и щукарю Но они быстрее, конечно, чем ватерфлай Поэтому экшен это очень-очень хорошая замена ватерфлаю А аргон это хороший такой конкурент щукарю Еще очень важно, что аргоны экшены могут делаться из ТПУ И тогда они фактически превращаются по весу в пакрафты Но с каячными формами Особенно хочу упомянуть новую модель экшен драй Это корпус экшена 335 Сделанный из ТПУ Но с высокоэффективным самоотливом Сделанным, как на пакрафте, волнобой Но о волнобое позже Следующая, самая популярная модель тайм-триала Это вега Это одна из самых быстрых байдарок Это самая вместительная байдарка Это байдарка, имеющая просто классный, неповторимый дизайн Штевневая конструкция Зауженные овальные баллоны Это и огромный кокпит И отличная мореходность Отличная ходкость Альтернатив веге Нету не только у тайм-триала Но и у других производителей Если вы хотите быструю, красивую, вместительную, надежную байдарку То вега это самый лучший вариант Выпускается в разных размерах Начиная от 360 и заканчивая 540 размером Также в этом году появилась новая модификация веги Называется вега-спорт Баллоны веги-спорт еще сильнее заужены Если у обычной веги они имеют ширину 25 сантиметров То у веги-спорт 19 сантиметров Из-за чего вега-спорт более чем на 10 сантиметров уже Эту лодку уже очень полюбили прокатчики Ее берут для серьезнейших походов Где нужна очень высокая скорость и надежность Сейчас ее эксплуатируют практически по всей стране И на Байкале, и на Баренцевом море, и на Камчатке И на Черном море, и в Турции И по секрету скажу Мы не хотим ее пускать в производство большими партиями Потому что она очень сильный конкурент нашей основной модели вега А заместить вегой-спорт вегу целиком это уж слишком радикально Дальше две очень интересные модельки Узкоспециализированные Обе для бурной воды Обе с уникальными ходовыми характеристиками Это смена и аккорд Смена это фактически замена клоуздечному пластиковому каяку Она имеет очень сложную конструкцию Форма ее именно приближена, как я и говорил, к пластиковым каякам Скоростные и маневренные данные уникальны Фактически это самая быстрая и самая управляемая байдарка Выпускаемая тайм-триалом Она сложная в производстве, она дорогая Но она уникальна по своим ходовым характеристикам Если вы хотите бурноводную байдарку И вы знаете, что хотите Посмотрите в сторону смены Аккорд тоже одна из старейших и заслуженных байдарок Но другой концепции Это опен-дек Это эффективный самоотлив Это фактически рафтовая толстая донышко Можно сказать, что это рафт, но в форм-факторе байдарки Очень жесткая конструкция Баллоны 35 см для высококатегорийных рек Каяки Самурай и Сап-каяк Они объединены по принципу материала, из которого они изготавливаются А изготавливаются они из аэрдека Что дает аэрдек? Прежде всего он дает формы, которые невозможно получить на надувных стандартных баллонах Лодка, сделанная из аэрдека, совсем не похожа на надувастики Поэтому это ее главная ценность И такие лодки берут те, кому хочется получить лодку, которая не похожа на надувную лодку По ходовым характеристикам Самурай примерно равен веге Он более узкий Его ширина всего 75 см Поэтому он менее остойчивый И для абсолютного новичка, конечно, Самурай это немножечко тяжеловато Но если вы хотите байдарку, которая выглядит не как надувастик То Самурай это ваш вариант Сап-каяк Это гибрид сап-доски С каяком Фактически это очень-очень толстая сап-доска В которой сделан кокпит Если вы знакомы с сапами, то вы понимаете, что к чему Фактически это сап с кокпитом Следом идут фиш-каяки Узко специализированные байдарки для рыбалки Первым был фиш-каяк обыкновенный Он сделан на базе корпуса ватерфлая То есть от ватерфлая он унаследовал безопасность в плане нахождения на воде Он очень остойчивый Следом был фиш-каяк про Это просто щукарь, на который поставлен рыболовный обвес от фиш-каяка То есть получаем более скоростную, но чуть менее остойчивую лодку И наконец вершиной развития фиш-каяков стал фиш-каяк ЭВА В отличие от первых двух фиш-каяков Он получил уже сварной корпус И причем корпус с уникальными обводами Который больше похож на фиш-каяк про, то бишь щука Но диаметр баллонов уже не 30 сантиметров, а 33 Эти 3 сантиметра играют очень большую роль Когда требуется проходить большую высокую валу Он очень мореходный Ширина его больше метра Это значит остойчивость у него еще лучше, чем у базового фиш-каяка Размер кокпита у него тоже больше Скоростные данные лучше, чем у фиш-каяка про В общем он сделал все самое лучшее от фиш-каяка и фиш-каяка про И приумножил это Так что он сейчас является безальтернативным лучшим фиш-каяком Выпускаются две разновидности Фиш-каяк базовый, одноместный и фиш-каяк двухместный Краткий итог по выбору байдарок Если вы совсем-совсем новичок, но очень хочется безопасно окунуться в какие-нибудь пороги в бурную воду То ватерфлай Еще можно экшен Если вы уже чувствуете, что вы опытный гребец и тоже хотите в бурную воду То тогда Варвар А если совсем-совсем специалист То аккорд или смену Для походов выходного дня Или больших походов Или семейных походов Пайдарка Вега Большая, удобная, вместительная, красивая Если вам каждый килограмм на счету То тогда в качестве больших семейных пайдарок Можно использовать щукарь или аргон Если у вас есть определенные доводы за то, чтобы у лодки были сварные швы Это то есть постоянная эксплуатация в жарком климате И просто уверенность, что шов никогда-никогда не разойдется Это тогда серия аргонов и экшена Если вам хочется эпатажа Лодку надувную, которая выделяется среди всех надувных лодок То тогда это лодки из эрдека То есть самурай или сапкаяк А вот рыболовам сейчас выбора особого и нет Фишкаяк Эва настолько доведен до идеала Что он полностью затмил все предыдущие лодки серии Недавно мне написали про то, что хотят иметь высокоэффективный самоотлив на фишкаяке Мол и в волну попадаешь И если дождь сильный, а рыбачить хочется Что с этим делать? У меня есть одна задумка Сделать к фишкаяку Эва Такой же донышко, как делаем для экшендрая Или по крафтоволнобой О котором речь пойдет дальше Пишите в комментариях, если такой вариант вам интересен Мы такую лодку непременно сделаем Классические грибные лодки Прежде всего это Л-3ТТ Была такая в советское время лодка Л-3М Считалась самой лучшей надувной лодкой вообще Это экспедиционная лодка Сделана из какой-то продвинутой резины Имела очень-очень гидродинамичные формы Лодка заслужила почет и уважение У самых-самых придирчивых рыболовов Геологов, путешественников И мы спустя практически 50 лет После того, как Л-3М начала выпускаться Сделали ее копию из современных материалов Лодка получилась изумительной Если вы хотите очень легкую рыболовную лодку Которая сделана по классическим канонам Л-3ТТ это лодка для вас Делается из термопульуретана Донышко ПВХ-шное надувное Банки могут быть как фанерные Так и мягкие надувные Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова